Есть ли какие-нибудь вопросы? Вопросов нет? Правильно? Или все-таки есть? Вопросы есть? Нету? Хорошо. Ладно, тогда давайте двигаться дальше. В прошлый раз мы обсудили разные критерии. У нас была парочка критериев, когда расслоение является тривиальным, и был критерий, когда расслоение оказывалось разложимым. Последняя теорема была про то, что если у нас есть равномерное расслоение ранга меньшего, чем размерность проективного пространства, то оно автоматически принимает суммы линейных. Сегодня еще поговорим про разные примеры и разные виды расслоений. Давайте вначале такое простое определение. Расслоение Е на произвольном многообразии Х называется простым. если его эндоморфизмы, а это по определению просто хомо из Е в Е, если это С. с точностью константы, это тождественный эндоморфизм. Можно так еще записать. Какие мы знаем примеры простых расслоений? На проективном пространстве какие бывают простые расслоения? Какой самый простой пример простого расслоения на проективном пространстве? Линейное. Линейное, да. Значит, линейное расслоение на проективном пространстве простое. А какой пример непростого расслоения? Суммы двух линейных. А почему оно непростое? Переставлять. Переставлять можно не всегда Если они одинаковые, можно переставлять А можно на одну константу, а на другую константу Да, совершенно верно Если они разные, то тоже можно разными константами действовать на разных прямых слагаемых Вообще понятно, что эндоморфизмы прямой суммы, скажем, Е1 плюс Е2 Как они устроены? Значит, это эндоморфизмы Е1 плюс эндоморфизмы Е2 Плюс хомы из Е1 в Е2 и плюс хомы из Е2 в Е1 Правильно? Ну и поскольку каждое из вот этих пространств как минимум одномерно У любого расслоения есть тождественный эндоморфизм То отсюда следует такое простое замечание Что если Е простое, то оно точно неразложимое Значит, обратное вообще говоря неверное И сейчас обсудим пример Значит, давайте, может, упражнение Прежде чем будет пример Значит, упражнение такое Во-первых, что если х Связанное многообразие Связанное проективное многообразие То тогда Любое линейное расслоение просто Ну вот, в частности, если х это проективное пространство То поскольку оно связное То как раз любое линейное расслоение на проективном пространстве просто Дальше такое Что если Е просто То это равносильно тому, что двойственное расслоение просто И третье Что если расслоение просто То любая его подкрутка тоже просто Для любого линейного Вот, замечательно Так, давайте еще один пример Давайте проверим Что касательное расслоение К проективному пространству просто Значит, как такое можно проверить Какие предложения Точную последовательность Тейлера Да, значит, давайте напишем Точную последовательность Тейлера Ноль в О Значит, пусть наша Да, это у нас П от В В Тензор О от единицы И в Т Так, давайте применим функтор хом из Тейлера Значит, у нас будет длинная точная последовательность Давайте ее напишем Давайте, может, там что ли напишем Ноль В хом из Т в О В хом из Т в В Тензор О от единицы В хом из Т в Т В хом из Т в В Тензор О от единицы И так далее Да? Так, что дальше? Тут у нас Нам нужно Найти вот это Ну, в общем-то Все остальное мы тоже не знаем Правильно? Что делать? Да, ну, собственно Давайте не знаем, что тут Давайте заметим, что тут Мы как бы все не знаем в двойном размере Тут у нас Т два раза встречается А в этих случаях Мы тоже все не знаем Но уже только в одинарном размере Потому что Т встречается только один раз Пять точную последовательность Да, какую теперь? Ну, теперь Надо брать хом из этой точной последовательности В Тензор О от единицы Ну, давайте вначале вот с этим Хом в О Да? Давайте применим функтор хом В О К этой точной тройке Тогда будет такая штука Хом из Т в О Дальше хом Из В Тензор О от единицы В О Дальше хом из О в О Дальше Это уже хорошо, потому что тут мы все можем посчитать по теореме Ботта Правильно? Вот, например, вот этот хом чему равен? Ноль, да, почему? Ну, потому что это векторное пространство мы можем вынести снаружи Как В со звездочкой, поскольку оно в первом аргументе Останутся хом из О от единицы в О А это все равно, что глобальные сечения О от минус единицы Правильно? Потому что у нас в первом аргументе О от единицы Соответственно, его нужно дуализировать и умножить на второй аргумент Будет О от минус единицы Значит, вот это у нас равно нулю Замечательно Вот этот хом из О в О чему равен? С, правильно? Потому что это глобальные сечения О Значит, чему равен вот этот первый экст? Нулю, да Потому что он вычисляется через первые к гомологии О от минус единицы Но они тоже равны нулю Дальше первые экст из О в О Это первые к гомологии О Они тоже равны нулю Ну, в общем, ясно, что дальше пойдут сплошные нули Правильно? Отсюда видно, что вот эти первые эксты равны С А вот эти хомы равны нулю То есть вот это равно нулю Вот это равно С А дальше все высшие эксты из Т в О равны нулю Правильно? Вот, теперь давайте будем считать вот это хозяйство Для этого нужно применить, соответственно, функтор хом в в тензор О от единицы К нашей точной последовательности Тогда что будет? Будет такая штука Хом из в тензор О от единицы В в тензор О от единицы Дальше будет хом из О в в тензор О от единицы Дальше будет х1 из Т в в тензор О от единицы Х1 из в тензор О от 1 в в тензор О от 1 Х1 из О в в тензор О от 1 И так далее Так, давайте теперь это заполнять Значит, вот этот хом чему равен? Да, значит, вот тут у нас два экземпляра В Мы их можем вынести снаружи Значит, первый из них в первом аргументе, поэтому мы его с дуализацией выносим В со звездочкой Второй во втором аргументе Поэтому мы его просто так выносим Получается В со звездочкой тензор В И остается хом из О от единицы В от единицы Это все равно, что H0 от О А оно у нас равно С Поэтому вот это хозяйство у нас В со звездочкой тензор В Правильно? Вот Теперь вот это, чему у нас равно Да, значит, тут у нас, опять же, В мы можем вынести наружу Это будет В тензор хом из О в О от единицы А хом из О в О от единицы Это все равно, что H0 от О от единицы Оно у нас равно В со звездочкой Поэтому это тоже у нас равно В со звездочкой тензор В Вот А первые эксты у нас равны нулю Потому что эти первые эксты сводятся к H1 от О А эти первые эксты сводятся к H1 от О от единицы Они у нас тоже равны нулю Поэтому видно, что начиная отсюда Дальше пойдут сплошные нули А, собственно, вот этот хом и вот этот первый экст Чтобы понять, нам нужно понять, что из себя представляет вот это отображение Так, какие предположения, что из себя представляет это отображение Какие гипотезы? Может, это все-таки тождественное Тождественное, да И правда, оно тождественное Значит, давайте, почему оно тождественное, я объясню чуть позже Давайте пока предположим, что это так Тогда отсюда следует, что вот этот хом равен нулю И вот этот экст равен нулю Правильно? Ну и тогда из верхней точной последовательности уже видно Значит, вот здесь вот у нас стоит ноль Поэтому этот хом, это ядро вот этого отображения Это отображение из С в ноль Поэтому оно тоже равно С Понятно, да? Вот Значит Ну, как убедиться в том, что вот это отображение является изоморфизмом? Ну, можно, во-первых, записать все Все отображения, которые здесь встречаются явно, да Например, выбрать однородные координаты Тогда это будет там Вот это отображение здесь будет как раз задаваться всеми однородными координатами Можно будет тогда явно написать все эти отображения Увидеть, что там просто тождественный изоморфизм Ну, это Чтобы себя в этом убедить Придется немножко повозиться Это один способ Другой способ состоит в том, что Можно заметить Что Все у нас на самом деле ЖЛВ Эквавариантно Поэтому вот это отображение, оно должно быть гомоморфизмом ЖЛВ Представлений Ну и поскольку вот это В Здесь у нас выносится Одинаковым образом То реально все происходит из гомоморфизма ЖЛВ представления из В со звездочкой в В со звездочкой А такой гомоморфизм либо изоморфизм, либо ноль Да, то есть это соображение Показывает, что достаточно проверить Что здесь у нас не ноль Ну, в это поверить гораздо проще, чем проверить Поверить в то, что это изоморфизм Ну, а можно Как водится Просто посчитать все то же самое и другим способом Так, чтобы этого вопроса даже не возникало А именно Значит, давайте Чтобы совсем Почти без вычислений Во всем себя убедить Давайте Вспомним, что у нашего Т Помимо вот такой резольвенты Есть еще другая резольвента А именно Как вы помните В прошлый раз мы обсуждали Что вот это отображение Оно является на самом деле Началом комплекса Кашуля Да Значит, у нас есть Давайте я вот это уже Сотру Давайте напишем Весь наш комплекс Кашуля Это 0 В О В тензор О от 1 В лямбда квадрат В тензор О от 2 И так далее На конце у нас будет Лямбда н В тензор О от n Правильно? И это длинная точная последовательность Соответственно Т, которое есть кое-дро Вот этой стрелочки Оно также является ядром Вот этой стрелки Поэтому у Т есть также Вот такая резольвента 0 в Т В лямбда квадрат В Тензор О от 2 Лямбда куб В Тензор О от 3 Лямбда н В Тензор О от n И давайте использовать Также и эту резольвенту Казалось бы, на первый взгляд Мы себе жизнь только усложнили Да? У нас была такая милая коротенькая резольвента А теперь у нас вместо коротенькой Получилось наоборот очень длинное Но на самом деле Если мы Для подсчета вот этого Кома Из Т в Т Если мы для первого аргумента Будем использовать вот эту резольвенту А для второго аргумента Будем использовать вот эту резольвенту То жизнь Очень упростится Почему? Потому что Ну давайте посмотрим Что собственно нам придется считать Когда мы будем С помощью этих резольвент Вычислять этих оба Да? Ну в некотором смысле Когда мы вычисляем с помощью резольвенты Мы Наш объект Заменяем по очереди На разные объекты Наши резольвенты Да? Тогда если мы Первый аргумент Первое Т Будем заменять на вот эти линейные расслоения А второй аргумент На вот эти линейные расслоения То что у нас получится Нам надо будет читать хомы Из О от И В О от Ж Но с какими свойствами? И у нас будет От двойки До Н Правильно? А Ж У нас будет От нуля до единицы Правильно? Теперь что можно будет Ну и не только хомы Нам еще и эксты надо будет читать Естественно Давайте заметим Что это все равно Что В когмологии О От Ж Минус И Правильно? А теперь что мы можем сказать Про Ж Минус И Во-первых Ж Строго меньше чем И Потому что Ж Не больше единицы А И Уж не меньше двойки Поэтому это строго меньше нуля Правильно? А с другой стороны Это больше или равно Чему? Значит Самое минимальное значение получается Когда Ж У нас равно нулю А И равно Н Больше или равно чем Минус Н Давайте заметим Что ровно для Для таких же минусы Очень хорошо у нас работает Теорема Ботта А именно Почти у всех этих Линейных расслоений Вообще никаких Когмологий нет Да? Значит Вот эти когмологии Равны нулю Для всех Таких пар Кроме Как раз той Которая дает нам Минус Н Да? Если это От минус единицы До 1 минус Н То потерями Ботта На нашем П от В Н это как раз Размерность В Все они равны нулю Значит Вот это будет равно нулю Кроме Кроме единственного случая Когда Ж Минус И Равно Минус Н То есть Кроме случая Когда И равно Н А Ж Равно нулю А в том случае Когда И равно Н И Ж Равно нулю У нас будет Тут будет стоять У от минус Н Когмология будет равна С И она будет Ну вот если мы это П это и Х Хотим посчитать То еще и П Должно равняться Н минус 1 То есть будет Будет только одна Нетривиальная Когмология Среди всех вот этих А именно Из крайне правого члена Вот этой резольвенты В крайне Левый член Вот этой резольвенты Вот поэтому Если мы Каждую из этих Ну если мы вот эту Длинную точную Последовательность Разрежем На много коротких То у нас вот это Единственный Экст отсюда Он Будет нам давать Он в конечном Итоге даст нам Ровно один Экст отсюда Туда Понятно да Понятно или непонятно Понятно Вот Поэтому значит вот еще раз Поскольку здесь у нас Только одномерное пространство И как раз Кратности при соответствующих Линейных расслоениях Здесь у нас тоже одномерны Здесь вообще никакой Кратности нет А здесь Старшая внешняя степень В Которая есть Одномерное пространство То это означает Что из Т в Т Будет только Одномерный Какой-то Экст Нам еще нужно Последить конечно В какой градуировке Он будет сидеть Но с другой стороны Ну можно Во-первых Это аккуратно проследить Дело нехитрое Но с другой стороны Ясно что Поскольку Одномерный хом Из любого расслоения В себя есть То ему некуда деваться Кроме как быть В степени 0 Понятно да Вот То есть Видно что Ну вот такой способ Он позволяет вообще Избавиться От вычисления Отображения Которое у нас Возникло То есть не то чтобы Это отображение Сложно посчитать Не сложно Но можно Обойтись И без этого Так Хорошо Давайте Еще Одно утверждение Докажем Да Значит Давайте Докажем Такую вещь Давайте теперь Возьмем Вместо t Возьмем Лямбда квадрат t От p от v И докажем Что оно тоже просто Как это сделать Как это сделать Так Какие тут идеи Давайте напишем Резольвенту Для лямбда квадрат t Как она будет выглядеть Значит Нам нужно Вот этой резольвенте Применить Лямбда квадрат Да Помните Мы это делали В прошлый раз Если у нас было А в b в c То для лямбда квадрат c У нас была резольвента Здесь было лямбда квадрат b Здесь было А тензор b А здесь было С квадрат а Правильно То есть в этом случае Она будет выглядеть так Справа у нас будет Лямбда квадрат От t Дальше Чему равно Лямбда квадрат От вот этого Тензорного произведения Лямбда квадрат В тензор От двойки Дальше будет стоять Тензорное произведение Это будет просто В тензор От единицы И дальше будет стоять Симметрический квадрат От о Это просто о Правильно Правильно Значит Ну Как теперь Можно сделать Можно сделать Опять же Разными способами Первый способ Состоит в том Что можно заметить Что вот эта стрелочка Здесь Она ровно такая же Как здесь Просто последние два члена В нижней Такие же Как Да Да Ну и не только два члена Но и отображение Между ними Потому что Ну вот В общем случае Здесь было отображение Из Из A в B А здесь отображение Из S квадрата В A тензор B Которое как у нас Получалось Мы вначале С квадрата Вкладывали в A тензор A А потом отображали В A тензор B С помощью вот этого отображения Но поскольку у нас Наше A Оно ранга 1 То это просто равно A тензор A Поэтому отображение Вот здесь получается Из вот этого отображения Тензорным умножением на A Но A у нас тривиальное Тензорное умножение На него ничего не меняет Вот это отображение Оно конечно То же самое Что и здесь Правильно? Поэтому Ну вот Можно эту Точную четверку Разрезать На две точных тройки А именно Чтобы разрезать Нужно взять Образ вот этого отображения То есть Коядро первой стрелки А коядро первой стрелки Согласно этой последовательности Это T Да То есть Это у нас разрезается На две вот таких штуки Вот Ну и первый способ состоит в том Чтобы взять вот эту точную Последовательность Тензор O от двойки Лямбда квадрат T И проделать с ней То же самое Что мы делали Для T Да Написать Длинную Применить функтор В начале Хом из лямбда квадрат T У нас получится Длинная точная Последовательность В ней по-прежнему Будет много неизвестного Дальше Применить наоборот К этой последовательности Функтор Хом сюда И хом сюда Там Посчитать в начале Там Потом там Ну в общем Можно ровно тем же способом Посчитать Значит понятно Что будет Примерно Такого же типа Вычисления Там тоже где-то Возникнет какое-то Отображение Про которое Нужно будет осознать Что оно изоморфизм Вот Но С другой стороны Можно Применить Наш второй способ А именно Давайте заметим Что вот этот Начальный кусок Что вот то Что у нас стоит Это опять же У нас Начальный кусок От комплекса Кашуля Поэтому Мы можем Написать Другую резольвенту Для лямбда квадрат Т Которая будет выглядеть Вот так Лямбда квадрат Т Да Значит на этот раз Мы комплекс Кашуля Разрезаем Не вот в этом месте А вот в этом месте Да Поэтому будет резольвента Такая Лямбда куб В Тензор От тройки И так далее А на конце Опять то же самое Лямбда Н На В Тензор От Н И опять же Давайте вычислять Хом Из лямбда квадрат Т В лямбда квадрат Т Каким способом Один аргумент Для одного аргумента Будем использовать Одну резольвенту А для другого Другую Да Значит какую резольвенту Будем использовать Для первого аргумента Вон ту Почему Ну Собственно почему Потому что Из вот этих линейных Расслоений Проще считать Хом и в эти линейные Расслоения Выглядит проще То есть Мы берем Таким образом Заменяем на резольвенты Чтобы упростить Себе вычисления Можно было бы сделать Наоборот Но этим мы бы Сильно усложнили Сильно усложнили Себе вычисления Ответ Ответ В результате Получился бы Ровно тем же Но попотеть Пришлось бы Изрядно Но Значит Давайте поступать Лениво Давайте Будем Использовать Такие резольвенты Которые упрощают Вычисления Вот Тогда нам нужно будет Опять же Считать Эксты Из вот таких Линейных Расслоений Вот такие Линейные Расслоения Да То есть Те же самые Эксты Из От И В От Ж Но на этот раз У нас будут Немножко другие Неравенства На И Ж Значит Какое у нас Будет Неравенство На И Какие у нас В первом аргументе Встречаются Линейные Расслоения От Трех До Н Правильно А Ножи Какие у нас Будут Неравенства От Нуля До Двух Да Ну И Собственно Ясно Что Точно так же Как и раньше Ж Минус И У нас Будет По-прежнему Строго Меньше Нуля И Больше Или Равно Минус Н Да Поэтому Ровно Тот же Самый Аргумент Проходит Точно Так же У нас Будет Единственный Нетривиальный Экст Из Вот Последнего Члена Этой Резольвенты В Первый Член Вот Этой Резольвенты Поэтому В конечном Утоге Он нам Даст Одномерный Экст Из Лямбда Квадрат Т В Лямбда Квадрат Т В какой-то Неизвестной Степени Но Поскольку Хом У нас Заведомо Есть То Значит Эта Неизвестная Степень Должна Равняться Нулю Значит Получаем Что Хом Равен С Так Понятно Да Теперь Я предлагаю вам Обобщить Эти два Утверждения Да Лямбда Кат Т Пат В Просто А как доказать? Какие предложения По поводу Доказательства? Наверное Так же То есть Написать Вот резоленты Которые Начало Комплекса Ну да Значит Ясно Что У Лямбда Кат Лямбда Кат Как раз Будет Вылезать Если Мы Комплекс Кашули Разрежем После О К Значит У него С одной Стороны Будет Резольвенты Из вот этих Линейных Расслоений От О До О К А с Другой Стороны Из Линейных Расслоений От К Плюс Один До О Н То есть В этой Ситуации Будет Аналогичная Игра Здесь Будет Ж От 0 А До К А И Будет От К Плюс Одного До Н И Ровно То же Самое Рассуждение Проходит Ну Вот Когда У нас Есть А В В С Мы Для Любой Внешней Степени Можем Написать Она Будет Состоять Из Произведений Внешних Степеней В На Симметрические Степени А Ну А У Нас Тривиальная Поэтому Симметрические Степени У него Все Тоже Тривиальные Поэтому Реально Оно Будет Состоять Из Внешних Степеней В Ну Вот Ровно Оно И Есть Ну И Можно Убедиться Что Дифференциал В комплексе Кашуля Ровно Такой Же Который Получается Отсюда Вот То есть На самом деле Ну В некотором Смысле За все Эти Вычисления За Всеми Этими Вычислениями Стоит Ровно Один Факт А именно Точность Кашуля Дальше Из него Все Получается Просто Разрезанием И Наблюдением Хорошо Замечательно Вот Разными Способами Научились Считать Что Какие-то Расслоения Простые А Как наоборот Можно Иногда Увидеть Что Расслоение Не Является Простым Ну Значит Тут Есть Некоторая Простая Ситуация Когда Это Увидеть Легко Ну Понятно Что В общем Случае Если Наше Расслоение Каким-то Образом Нам Задано Через Какие-то Точные Последовательности То Примерно Так же Можно Посчитать Хомой Из этого Расслоения В себя Да Там Комбинируя Разные Точные Последовательности Можно Все Посчитать И Собственно Проверить Одномерное Пространство Получается Или Неодномерное Но Вообще Говоря Это Часто Довольно Длинный Способ И Не Всегда Все Отображения Которые В промежутке Попадаются Не Всегда Просто Их Вычислить И Не Всегда Просто Посчитать Ядро Кое Ядро Когда Это Требуется Тут Нам Повезло У нас Некоторый Трюк Сработал А в общей Ситуации Совершенно Не факт Сработает Или Не Сработает Поэтому В принципе Полезно Иметь Какие-то Более Простые Наблюдения Ну и Вот Одно Такое Простое Утверждение Давайте Обсудим Значит Пусть У нас Есть Расслоение Ранга Больше Единицы Если Расслоение Имеет Ранг Один То Как бы Для него Вопрос Простой Потому что Эндоморфизм Из линейного Расслоения В себя Это все равно Что H0 От OX То есть Это Вопрос Того Является Наше Многообразие Связанным Или Не Является Это Мы Собственно Обсудили Уже Поэтому Интересный Случай Когда Ранг Как минимум Двойка Так вот Пусть Ранг Расслоения Больше Равен Двойке И Пусть Мы Знаем Что Глобальные Сечения У нашего Расслоения Нетривиальные И Глобальные Сечения У двойственного Расслоения Тоже Нетривиальные Тогда Утверждается Что Расслоение Непросто Давайте Докажем Ну Опять же Как это Можно Доказать Ну Значит Если мы Хотим Доказать Без Каких-то Длинных Вычислений То Собственно Полезно Просто Предъявить Эндоморфизм Который Не был Б Пропорционален Тождественному Вот Как В такой Ситуации Можно Предъявить Эндоморфизм Отображение Из Е В Е Ну Эндоморфизм 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 Да Ну Значит Чтобы увидеть Что он Не тождественный Его Лучше Немножко По-другому Переписать Да Совершенно Правильно Значит Гоморфизмы Глобальные сечения Е Это Гоморфизмы Из В Е Правильно А глобальные сечения Е Со звездочкой Это Хомы Наоборот Из Е В Х Правильно Значит Если у нас И то и другое Не равно Нулю Значит Мы можем Выбрать Какое-то Ф Здесь И Какое-то Ж Здесь Не равные Нулю И теперь Мы можем Взять Их Композицию Из Е Вначале Пойти В Х С помощью Ж А потом Пойти Обратно В Е С помощью Ф Да Значит Можно Рассмотреть Ф В композиции Ж Это будет Элемент В эндоморфизмах Е Ну и собственно Осталось понять Почему Он Не пропорционален Тождественному Ну собственно Почему Давайте Собственно Заметим Следующее Что Что Можно Сказать Про Наше Отображение Ж И Ф Значит Ну Давайте Вначале Предположим Что Эти Отображения Они Хорошие Что Ж Является Сюр Сюр Реекцией А Ф Является Вложением Расслоений Да Но Тогда Вот это Отображение Будет иметь Ранг 1 Послойный Ранг 1 Послойно Ранг Ранга 1 То есть Для каждой Точки Нашего Многообразия Эндоморфизм Нашего Расслоения Задает Линейное Отображение И слоя Нашего Расслоения В себя Значит Для каждой Точки Х У нас Ф В композиции Ж Действует Из ЕХ В ЕХ Это Некоторое Линейное Отображение Из ЕХ В ЕХ И По определению По нашему Оно Раскладывается В композицию Вот это Ж А вот Это Ф И Если Мы предполагаем Что Ж И Ф Что Ж Везде Сюрективно А Ф Везде Инъективно То вот это Отображение У нас Сюрективно Вот это Отображение У нас Инъективно Поэтому Композиция Имеет Ранг 1 Правильно Ну а Линейное Отображение Из Векторного Пространства Размерности Как минимум Двойка В себя Которая Имеет Ранг 1 Но оно Уж точно Непропорционально Тождественному Правильно Потому что Все пропорциональные Тождественному Либо имеют Ранг Р Либо Ранг 0 Если Кэффициент Пропорциональности 0 Вот Поэтому Осталось Только Сообразить Что делать Если Не Выполнено Наше Вот это Условие Хорошести Если В каких-то Точках Ж Обращается В 0 И в каких-то Точках Ф Обращается В 0 Но Понятно Что На самом деле Никакой Проблемы В этом Нет Потому что Те точки В которых Ф Обращается В 0 Это Какое-то Замкнутое Подмножство В X Те точки В которых Ж Обращается В 0 Это Какое-то Еще Замкнутое Подмножство В X Если 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 мы Эти два Замкнутых Подмножства Выбросим То На Оставшемся Открытом У нас Ж Будет Сюрективен А F Будет Инъективен И Ровно То же Самое Рассуждение Можно Будет Применить Просто К точкам Из этого Открытого Подмножства То есть Единственное Нам нужно Убедиться Почему Вот эти Самые Замкнутые Подмножства Не совпадают Со Всем Иксом Но Да Потому что F не равно Нулю И Ж Не равно Нулю На самом Деле Тут Опять же Есть Маленькая Засада А именно Если Лучше Еще Считать Что X Неприводимо Потому Что Если Было Две Неприводимых Компоненты То Вполне Могло Бы Статься Так Что F Зануляется На Одной Неприводимой Компоненте А Ж Зануляется На Другой Неприводимой Их Композиция Занулялась Бы Везде Правильно Ну В общем Если Это Предположить То Дальше Аргумент Работает Давайте Применим Это Утверждение Помните У нас На одной Из первых Лекций Был Пример Расслоения Ранга 2 На Проективной Плоскости Построенного По набору Точек Значит Вот У нас Было Такое Расслоение Е Которое У нас Определялось Как Расширение Пучка Идеалов Какого-то Набора Точек На П2 С помощью Структурного Пучка Давайте Проверим Что это Расслоение Не является Простым То есть Оно Конечно Простое Но Не в этом Смысле Ну Давайте Значит Для этого Нам нужно Проверить Что Уе Ну То есть Это Это Условие Для Непростоты Достаточное Оно Конечно Совершенно Не является Необходимым Но Поскольку Оно Достаточное То Достаточно Его Проверить Значит Давайте Проверим Что Уе И уе Со звездочкой Нетривиальные Глобальные Сечения Значит Почему Уе Нетривиальные Глобальные Сечения Почему Да Ну вот У нас Прямо Здесь Написано Отображение Из О В Е То есть Как раз Глобальные Сечения Е Вот Это Вот С Которое Здесь Написано Оно Нам Сдает Не нулевое Глобальные Сечения Е Правильно А почему Уе Со звездочкой Глобальные Сечения Не нулевые Можно применить HomeVo Но можно проще На самом деле Давайте Заметим Что наш Пучок Идеалов Который Здесь Стоит Он По Определению Под Пучок В OP2 А здесь Структурный Пучок Вот этого Набора Точек Соответственно Вот Вот у нас Есть Вот Эта Композиция Давайте Мы Это Ф Назовем Чтобы Было Согласовано С тем Что Раньше Вот У нас Есть Вот Эта Композиция G Из Е Вот Сюда Это И есть Глобальное Сечение Двойственного Расслоения E У нас По Определению Отображается В пучок Идеалов А пучок Идеалов Отображается Во Правильно То есть Вот у нас По Определению Есть Вот Такое Отображение Единственный Вопрос Почему Оно Не равно Нулю Да Ну Потому что Первая Сюрекция Или потому что Вторая Инъекция И так И так Годится Вот Ну Вот Соответственно Можно Их Прокомпонировать И Это Будет Нетривиальный Эндоморфизм Ну Значит Давайте Я Скажу Еще Один Способ Как Можно Убедиться Что У Е Со Звездочкой Нетривиальные Глобальные Сечения Для Этого Давайте Заметим Такую Вещь Ран Расслоение Е Равен Чему Двум Замечательно А Чем Замечательны Расслоения Ранга Два Тем Что Они Почти Не Отличаются От Своих Двойственных Вот Если Вы Возьмете Е Со Звездочкой Значит Как Связаны Е Со Звездочкой И Е Для Расслоения Ранга Два На Сам Деле Очень Просто Связаны Но Вот Если Вы Возьмете Векторное Пространство Ранга Два То Двойственное К нему Будет Ему Самому Изоморфно Но Собственно Почему Она Будет Изоморфно Например Потому Что На Двумерном Векторном Пространстве Вы Всегда Можете Выбрать Симплектиру Симплектическую Структуру Структуру Она Вам Даст Изоморфизм Да Значит Но Понятно Что Этот Изоморфизм Будет Зависеть От Выбора Этой Симплектической Структуры А Симплектическая Структура Это Элемент Во Внешнем Квадрате Е Или Е Со Звездочкой Там В зависимости Поэтому Понятно Что В общей Ситуации Если Вы Хотите Что В таком Духе Иметь То Лямбда Квадрат Вылезет Каким-то Образом Ну и На самом Деле Ясно Что Если Вот Это Тензор Надомножить На Лямбда Квадрат Е То Это Будет Как раз Изоморф На Е Почему Ну Значит Ну Во-первых Это Несложно Увидеть На Значит Если Вы Своё Расслоение Зададите Коциклом То Коцикл Двойственного Расслоения Будет Сопряжённой Матрицей Задаваться Точнее Говоря Обратной Матрицей А для Матрицы 2 на 2 Если Вы Обратную Матрицу Точнее Говоря Не Обратная Как-то Обратный Сейчас Значит В общем Короче Говоря Я хочу Сказать Что Если Вы Обратную Матрицу Умножите На Её Определитель То Более Менее Исходную Матрицу Вы И получите Ну А можно Сказать По-другому Что Есть У вас Есть Каноническое Отображение Отсюда Сюда Каким Образом Вы Можете Вот это Вложить В Е Со Звёздочкой Тензор Е Тензор Е Да Вот Лямбда Квадрат Е Вкладывается В Тензор Квадрат А дальше Вы Можете Эти два Аргумента Свернуть В О И Будет Вот Отображение Сюда И Теперь Если Вы Хотите Проверить Что Это Каноническое Это Отображение Каноническое Поэтому Оно Заведомо Вам Дает Гомоморфизм Расслоений И Проверять Что Оно Изоморфизм Можно Уже Послойно А Послойно Ну Если Вы Там Все Тривиализуете То Это Как Раз Утверждение Про То Что Образующая Лямбда Квадрат Е Является Симплектической Формой И дает Изоморфизм Между Е Со Звездочкой Е Вопрос А что Будет Обобщением Этого Изоморфизма Для Расслоений Большего Ранга Да Совершенно Верно Р Минус Первая Ну А Также Можно Взять Лямбда Кат Е Со Звездочкой Домножить На Детерминант Е И Будет Р Минус Кат Степень Е Понятно Да И вот Поэтому Значит Е Со Звездочкой От Е Не сильно Отличаются В частности Если вам Повезло И лямбда Квадрат Е Тривиальное Линейное Расслоение То они Просто Такие Изоморфные Вот Давайте Проверим Что У Нашего Расслоения Е Лямбда Квадрат Тривиально Тогда Е Со Звездочкой Будет Просто Изоморфное Е И Поскольку Е Есть Глобальное Сечение То Значит Е Со Звездочкой Тоже Будет Глобальное Сечение Правильно Ну Ну а Как Посчитать Ну а Как Посчитать Еще 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 Неприятнее Потому Что Он Еще Более Нелокально Свободный Но Однако Этот Пучок Это Прямая Сумма Структурных Пучков Просто Отдельных Точек И Его Определитель Это Тензорное Произведение Их Определителей Поэтому Для Одной Точки Достаточно Будет Посчитать Определитель А Для Одной Точки Мы Можем Написать Комплекс Кошуля О В О Минус Один В Квадрате И О Минус Двойка И С помощью Него Посчитать Определитель Для Этого Нужно Будет Перемножить Определители Вот Этих И Разделить На Определитель Вот Этого Определители Вот Этих При Перемножении Дадут О От Минус Двойку Определитель Вот Этого Тоже Равен О От Минус Двойки Поэтому Когда Поделите У Этого Определитель Будет Равен О Вот Ну Значит У Этого Тоже Определитель Равен О И Про Него Можно Спокойно Забыть Ну А У Этого Определитель О И У Этого Определитель О Поэтому И Поскольку у нас на P2, то линейное расстояние однозначно определяется своим классом черна первым. То есть достаточно посчитать C1 или первый коэффициент характера черна. Его можно через те же самые точные последовательности считать. Можно убедиться, что у этого хозяйства первый коэффициент характера... Характер черна удобнее тем, что он аддитивен в точных тройках, в точных последовательностях. Соответственно, из комплекса Кашуля легко увидеть, что первый коэффициент характера черна равен нулю. Значит, он равен нулю здесь. Значит, у этого он такой же, как у суммы двух вот этих, то есть ноль. Ну, то есть, как бы, определитель вещь простая, потому что она хорошо себя ведет в точных последовательностях. И поэтому несложно посчитать, что у этого расстояния определитель тривиальный. А значит, E со звездочкой... Да, значит, в нашем случае лямбда квадрат Е это О. Значит, E со звездочкой изоморф на Е. И значит, глобальные сечения такие же. А значит, не равны нулю. Вот. Упражнение. Посчитайте всю алгебру эндоморфизмов. Для вот этого расстояния Е. Значит, давайте сразу заметим такую вещь, что... Значит, вот это расстояние Е, мы на самом деле про него уже проверяли, что оно неразложимо. Правильно? Значит, тем самым оно является примером непростого, но неразложимого расслоения. Значит, вот мы как раз обсуждали, что из простоты следует неразложимость, а наоборот неверно, вот в силу вот этого примера. Наше вот это расслоение неразложимо, но непросто. То есть, это импликация строгая. Хорошо. Давайте еще какие-нибудь примеры простых расслоений. Да, ну, собственно, чем, например, полезна простота? Вот как раз тем, что из нее, например, сразу следует неразложимость. Да, то есть, как бы, разложимое расслоение строить неинтересно. Поэтому, как только вы построили какой-то пример расслоения, то если вы хотите убедиться, что пример содержательный, то полезно его протестировать на разложимость. Ну и простота – это такой простой тест. Если оно оказалось простым, то оно точно неразложимо. Поэтому, значит, есть шанс, что вы построили что-то интересное. А если оно непростое, то, конечно, это еще не означает, что оно разложимо, как мы видели. Но, тем не менее, это уже наводит на грустные мысли. Может быть, и разложимым окажется. Вот, хорошо. Значит, давайте интересные примеры неразложимых, интересные примеры простых расслоений. Значит, один пример такой довольно полезный, называется расслоение ноль-корреляции. Да, ну, кстати, вот, значит, опять же, давайте немножко, сделав шаг назад. Вообще, ну, вот, как я уже пытался рассказать, значит, строить расслоение даже на проективном пространстве – задача такая довольно хитрая. Да, то есть, ну, на самом деле, точнее говоря, лучше сказать так, что строить расслоение ранга большего, чем размерность проективного пространства – задача не очень хитрая. А строить расслоение ранга меньшего, чем размерность проективного пространства – это задача довольно хитрая. И, на самом деле, примеров расслоений на pn ранга меньшего, чем n, довольно мало. Ну, значит, понятно, есть разложимые расслоения, но это неинтересный пример. А вот примеров неразложимых расслоений ранга меньше, чем n довольно мало. Вот, в частности, в прошлый раз мы, например, убедились, что если такое расслоение оказывается равномерным, если у него тип расщепления на всех прямых одинаковый, то оно автоматически уже разложимо. Вот. Значит, вот расслоение нуль-корреляции – это такой редкий пример расслоения ранга меньшего, чем n на проективном пространстве. При этом этот пример довольно простой, что тоже приятно. Но в качестве компенсации за простоту, ну, он простой не только в смысле простоты, которую мы обсуждали, но и в смысле построения. В качестве компенсации за простоту свою, такое расслоение бывает не на всех проективных пространствах, а только на нечетномерных. Значит, пусть у нас n равняется 2m минус 1. Да, то есть у нас будет нечетномерное проективное пространство. Значит, соответственно, давайте, соответствующее векторное пространство имеет размерность 2m, правильно? И чтобы построить это расслоение нуль-корреляции, оно зависит от выбора симплектической формы на этом векторном пространстве. Собственно, поэтому только на нечетномерном пространстве получается построить такое расслоение, потому что симплектическая форма бывает только на четномерном пространстве. Значит, давайте выберем лямбда-квадрат v со звездочкой симплектическую форму. Вот. Значит, давайте сделаем следующий трюк. Давайте возьмем тривиальное расслоение V tensor O P от V. Значит, мы знаем, что в нем тофтологически вложено расслоение O от минус 1. Правильно? Да? С другой стороны, у нас есть расслоение V со звездочкой tensor O, P от V. Из него есть, наоборот, тофтологическая сюръекция O от 1. Ну а теперь, если у нас есть симплектическая форма, она нам дает изоморфизм между V и V со звездочкой. Давайте этим изоморфизмом воспользуемся, чтобы отождествить эти два пространства. Тогда мы вот это отображение можем переписать как отображение отсюда сюда. Значит, давайте это обозначим, не знаю, S. Это T. Вот это у нас ω. Тогда вот здесь можно написать T в композиции с омегой в O от 1. Тогда вот это у нас во всех точках вложения. Вот это у нас во всех точках сюръекция. Давайте заметим также, что композиция этих двух стрелочек тождественно равна нулю. Почему? Давайте посмотрим, что происходит над точкой V маленькая. Значит, вот выберем какой-то ненулевой вектор V будем про него думать как про точку нашего проективного пространства и посмотрим, как эта диаграмма устроена в слое над этой точкой. Значит, в слое над этой точкой слой вот этого расслоения это просто C. Это у нас линейные расслоения. Слой вот этого расслоения это V. А как устроено вот это отображение над точкой V маленькая? куда она переходит переводит единицу в маленькая то есть вот это отображение просто в маленькая дальше вот здесь у нас стоит изоморфизм заданный нашей формой омега здесь в со звездочкой здесь отображение в c а вот это какое отображение в слое над нашей точкой в маленькая да мы что спаривание с тем с тем же самым вектором в маленькая соответственно чему равна композиция она единицу переводит значит вначале вектор в потом наша форма омега это переводит в линейную функцию которая в омега от в с прочерком да а потом нам нужно сюда подставить этот наш вектор в ну вот и теперь наконец мы вспоминаем что наша форма была симплектической в частности если в нее подставить два одинаковых вектор а то будет 0 да значит вот поэтому симплектичность ну точнее говоря косо симметричность нам гарантирует то что композиция равна нулю а невыраженность нам гарантирует то что вот здесь вот он у нас изоморфизм а значит вот эта композиция на сюрре активно да то есть вот ровно в в той ситуации когда мы все это строим из симплектической формы у нас получается вот такая картинка что здесь у нас вложение здесь реекция композиция равна нулю но в такой ситуации мы можем взять ядро вот этой стрелочки и отфакторизовать по образу вот этой стрелочки или наоборот взять ко ядро вот этой стрелочки и взять ядро из его отображения вот в эту стрелочку то есть иначе говоря можно про эту последовательность думать как про как комплекс тогда у него будет рука гомология только вот в этом месте и ее можно рассмотреть это не называется расслоением нуль корреляции она часто буквой n обозначается значит соответственно его можно еще раз немножко разными способами записать первый способ такой мы вначале берем ко ядро вот этого отображения а чему равно это ко ядро мы это отображение где-то видели да на что на минус 1 на ты от минус 1 это ко ядро вот этого отображения и теперь вот эта стрелочка она индуцирует отображение из t от минус 1 в у от 1 то есть вот с одной стороны его можно определять через вот такую точную последовательность с другой стороны можно наоборот вначале взять ядро вот этой стрелочки это что будет ну опять же проще думать про вот эту стрелочку это будет ну собственно вот эта стрелочка она двойственна к вот этой стрелочки поэтому ее ядро двойственно к ядро вот этой стрелочки на 1 ну а ты со звездочкой она она же известно как омега-1 омега-1 от единицы это ядро вот этой стрелочки и теперь его нужно по вот этому отфакторизовать есть вот минус 1 сюда отображается можно вот так вот его переписать вот замечательно ну и давайте кстати заметим что из этих двух точных последовательностей например следует что расслоение нуль корреляции самодвойственно потому что например если мы дуализируем верхнюю последовательность то в точности получится нижняя так вопрос чему равен ранг расслоение нуль корреляции 2м минус 2 да совершенно верно ну или в терминах n это n минус 1 то есть ранг на единичку меньше чем размерность проективного пространства и ранг четный а чему равен класс черна n полный давайте сразу полный посчитаем в какой мне не совсем ну значит собственно вот у нас точная последовательность да значит вот у нас комплекс у которого только одна когмология вот в этом месте и она равна нашему расслоению вообще если у вас есть комплекс то вы можете сделать две вещи вы можете вначале взять все его члены и взять знакопеременное произведение полных классов черна всех членов а с другой стороны вы можете взять знакопеременное произведение всех когмологий вашего комплекса и из формулы уитни следует что это одно и то же ну если так это воспринимать чуточку некомфортно то можно комплекс разрезать на короткие точные тройки и много раз применить формулу вид не она собственно ровно это и докажет поэтому поскольку мы знаем что у этого комплекса только однако гомология вот в этом месте это наше расслоение n то чтобы посчитать его полный класс черна нужно взять знакопеременное произведение полных классов черна членов нашего комплекса да то есть вот этот полный класс черна вот этой штуки разделить на произведение полных классов черна вот этих двух штучек но это довольно легко чему равен пол полный класс черна вот этой штуки Значит, сейчас давайте я напишу. Это c от v от n за ру поделить на c от o от единицы и c от o от минус единицы. Чему равен у нас числитель? Чему равен полный класс черна вот этого расслоения? 1, потому что расслоение тривиальное. Числитель посчитался легко. Чему теперь равен c от o от единицы? 1 плюс h. Потому что это линейные расслоения. А чему равен c от o от минус единицы? 1 минус h. И чему это равно? Значит, в знаменателе можно перемножить будет 1 минус h в квадрате. И теперь нужно вот это посчитать. Ну, понятно, что можно воспользоваться формулой геометрической прогрессии. Это будет 1 плюс h в квадрате, плюс h в четвертой, плюс и так далее. Ну, в геометрической прогрессии получается бесконечная последовательность. Но у нас, поскольку h в степени 2m равно 0, то она у нас и становится... Какой будет последний член? 2m минус 2. Значит, вот у нас получается расслоение ранга n минус 1 и вот с таким классом черна. А утверждение это простое расслоение. Ну, давайте это в качестве упражнения я оставлю. n простое. Ну и как следствие оно неразложимое. Ну, собственно, для проверки простоты можно воспользоваться любой из этих точных последовательностей. Ну, дело нехитрое. Хорошо. Вот. Да, значит, вот есть такой замечательный пример. Но он бывает только на нечетномерном проективном пространстве. Давайте построим пример чуть более хитрый, но уже зато на любом проективном пространстве. Это называется расслоение танго. Значит, прежде чем его строить, давайте заметим такую вещь. Значит, на самом деле, это опять же будет расслоение ранга, равного n минус 1. Его ранг будет на единицу меньше, чем размерность проективного пространства. Но, чтобы его построить, мы вначале возьмем простое расслоение ранга большего, чем n, а потом из него сделаем расслоение ранга n минус 1. Значит, как вообще из расслоения большего ранга можно делать расслоение меньшего ранга? Ну, понятное дело, можно брать кое-дро какого-нибудь вложения векторных расслоений. Значит, тут полезны такие парочка утверждений. Значит, пусть у вас есть е расслоение ранга большего, чем n, на самом деле, на произвольном многообразии, неважно на каком, такое, что оно еще порождается глобальными сечениями. Тогда существует вложение расслоений из ул x r минус n в e. вложение, вложение и расслоение, то есть во всех точках вложения. Ну и в частности, кое-дро тоже будет расслоением уже ранга n на этот раз. r минус n в векторные расслоения. Давайте докажем. То есть, опять же, это утверждение позволяет из глобально порожденного расслоения большого ранга сделать расслоение ранга n. вы всегда можете сильно уменьшить ранг расслоения, но все-таки не слишком сильно. Как бы, до n всегда это можно сделать почти бесплатно, если ваше расслоение глобально порождено. Ну, доказательство на самом деле простое. Значит, давайте обозначим, скажем, через k пространство глобальных сечений нашего расслоения. Тогда у нас будет отображение из k tensor o x в e. Обычное отображение вычисления. Правильно? Давайте заметим, что оно будет сюрреактивно. Почему? Е пространство глобальных сечений. Да, совершенно верно. Очень хорошо, что вы помните определение. Поэтому его ядро будет тоже расслоением. Значит, вот это расслоение ранга. Значит, давайте размерность k обозначим, скажем, через m маленькое. Тогда какой будет ранг у расслоения f? m минус r. Замечательно. Давайте теперь рассмотрим такое многообразие. Значит, это будет подмногообразие в произведении p от k на наше x. Возьмем произведение нашего многообразия x на проективное пространство p от k. Тогда его точки, про них можно думать как про пары, состоящие из глобального сечения нашего расслоения e и точки нашего многообразия x. Это такие пары s и x. И давайте напишем условие, что s от x равно 0. То есть будем рассматривать пары сечения и точка, в которой это сечение обращается в 0. Понятно, да? Значит, что можно сказать про это многообразие? Давайте проверим, например, посчитаем его размерность. Как посчитать его размерность? Ну, значит, вот когда у нас есть подмногообразие в произведении, то, чтобы посчитать размерность, его можно на один из сомножителей спроектировать и посмотреть, можем ли мы описать слои этой проекции. Давайте рассмотрим естественную проекцию из y в x. Что мы при нее можем сказать? Давайте ее обозначим через, скажем, p. Вопрос. Что из себя представляет прообраз x маленького при этой проекции? Ну, значит, по определению это нам нужно взять все s с точностью до пропорциональности, естественно, поскольку у нас в проективизации k такие, что s от x равно 0. Правильно? Ну, что это такое? Значит, давайте заметим, что s – это у нас элемент, некоторый элемент в слое вот этого расслоения, а его вычисление в точке x – это просто его отображение в слое вот этого расслоения. Поэтому условие то, что s от x равно 0, оно означает, что наш элемент приходит отсюда. Поэтому это у нас просто проективизация fx. В частности, это проективное пространство размерности m – r – 1. Но вообще отсюда видно, что на самом деле y – это у нас ничто иное, как проективизация вот этого расслоения f над x. И в частности, размерность чему равна? Она равна размерности x, то есть n, и плюс размерность слоя. плюс m, минус r, минус 1. Замечательно. Воспользовались проекцией из y в x, и сразу про y много всего поняли. Во-первых, что это довольно простое многообразие, просто проективизация векторного расслоения над x. Во-вторых, размерность посчитали. Давайте теперь посмотрим на вторую проекцию из y в p от k. Давайте ее обозначим q. Тогда мы знаем, что это у нас многообразие размерности n плюс m минус r минус 1. А это у нас проективное пространство размерности m минус 1. Правильно? В частности, если мы возьмем образ q от y в p от k, то понятно, что его размерность уж никак не увеличится по сравнению с размерностью y. Она может упасть, может остаться той же, но не увеличится. Поэтому q-размерность q от y больше или равна, чем что? Чем разница между вот этим и вот этим. Но здесь m минус 1 минус r минус n. То есть q-размерность больше или равна, чем r минус n. q-размерность больше или равна, чем вот это минус вот это. Но если из этого вычесть вот это, то останется вот это. r минус n. В частности, что это означает? Это означает следующее, что если мы возьмем общее подпространство w в k размерности r минус n, то его проективизация p от w в p от k будет пространством размерности r минус n минус 1. И поскольку размерность строго меньше, чем q-размерность вот здесь вот, то для общего w пересечение будет пусто. Значит, для общего w, q от y, пересеченный sb от w будет пусто. Понятно, да? Вот. Замечательно. Значит, давайте выберем такое w. Оно как раз той размерности, как нам надо. Размерности r минус n. И рассмотрим отображение, которое будет композицией из w tensor o x. Оно у нас вкладывается в k tensor o x. А оно, в свою очередь, отображается в e. И вот давайте возьмем вот эту композицию. И давайте проверим, что она является вложением расслоений. Значит, давайте проверим, что вот это является вложением расслоений. Потому что, если мы это проверим, то это будет в точности то, что нам надо. Правильно? Вот. Ну, значит, это можно проверять поточечно. Значит, выберем какую-нибудь точку x маленькая. И тогда... Значит, предположим, что в точке x маленькая у нас какой-то элемент w маленькая переходит в ноль. В точке x маленькая. Что это значит? Это значит, что когда мы его вложили сюда, он оказался в ядре вот этого отображения. То есть, оказался в слое нашего расслоения f. То есть, это означает, что w... Ну, в общем, короче говоря, это означает, что если взять пару w, x... w маленькая, x, то это будет точка нашего y. Потому что y это в точности проективизация f. Но, а стало быть, точка x маленькая, точнее говоря, точка w маленькая, тем самым лежит в q от y. А мы предположили, что наша p от w не пересекается с q от y. Вот, собственно, и все. То есть, вот это вот условие, которое у нас тут написано, оно в точности равносильно тому, что вот эта композиция... Давайте ее, не знаю, фи назову, что фи вложение. Расслоение. То есть, в каждой точке вложения. Ну, вот, собственно, и все. Понятно, да? На самом деле, это такой алгеброгеометрический аналог простого топологического утверждения, да? Что вот в топологии, если у вас есть векторное расслоение ранга большего, чем размерность многообразия, то вы всегда можете даже, ну, тривиальное расслоение дополнительного ранга отщепить, даже в виде прямой суммы. Значит, в алгебрической геометрии разница состоит в том, что вместо отщепления в прямой виде прямого слагаемого вы можете только отфакторизовать. И на самом деле вам нужно некоторое дополнительное условие, а именно вот эта глобальная порожденность. В топологической ситуации условия глобальной порожденности не нужно, потому что в топологической ситуации любое расслоение глобально порождено. У любого расслоения в топологической ситуации всегда полно сечений. Вы можете с помощью разбиения единицы их наплодить сколько хотите. Вот. Значит, вот в алгебрической геометрии имеется такая штука. Вот. Значит, давайте еще одно утверждение похожее, которое говорит о том, что на самом деле здесь у нас была ситуация, когда ранг больше, чем размерность проективного пространства. Но иногда можно нечто подобное делать и когда ранг меньше или равен, чем размерность проективного пространства. Значит, условие практически такое же. Пусть е расслоение ранга r на x, размерность которого равна n. А е, опять же, глобально порожденное. Вот. Но нужно еще одно условие. А именно... Да, ну и... Значит, здесь мы считаем, что r у нас меньше или равно n. Пусть иначе мы можем предыдущие использовать. Да, и пусть у нас r-тый класс черно-e равен нулю. Тогда есть вложение под расслоением из ox в e. Тогда существует вложение в расслоение. В частности, вы можете взять фактор расслоения, и это будет расслоение ранга r-1. Понятно, да? Значит, если все то же самое, только ранг уже не превосходит размерности многообразия, но зато старший класс черно равен нулю, то можно еще одно тривиальное под расслоение отщепить. Ну, на самом деле, видно, что в некотором смысле утверждение 1 это частный случай утверждения 2, потому что если ранг больше, чем размерность многообразия, то cr автоматически равен нулю, потому что соответствующая группа когмологий равна нулю, в которой cr живет. Ну, значит, давайте, тем не менее, по отдельности это докажем. Значит, ну, собственно, на самом деле рассуждение ровно то же самое. Значит, давайте сделаем все то же самое. Можем рассмотреть ровно то же самое многообразие y. Оно точно так же будет проективизацией вот этого расслоения f. Значит, в чем будет разница? В том, что вот это отображение, значит, если раньше у нас размерность y была меньше, чем размерность p от k, и мы, собственно, брали общее линейное подпространство, которое не пересекалось с образом, то теперь r у нас меньше или равно, чем n, соответственно, размерность y больше или равна, чем размерность p от k. Поэтому, вообще говоря, априори отображение могло бы быть сюрреактивным, и тогда, ну, значит, опять же, вот по тому же рассуждению, собственно, если мы хотим отщепить найти ox, которое под расслоение, то нам нужно найти одномерное подпространство в k, которое не пересекалось бы с образом y. Правильно? Поэтому, собственно, нам нужно проверить, что наше условие про старший класс черно означает, что отображение не может быть сюрреактивным. Значит, если мы это проверим, то дальше все то же самое. Достаточно проверить, что q из y в p от k не сюрреактивно. Правильно? Потому что, если оно не сюрреактивно, возьмем точку, не лежащую в образе, и, значит, сделаем все то же самое. Хорошо. Но давайте предположим, что оно сюрреактивно. Давайте от противного. Пусть оно сюрреактивно. Что тогда можно заметить? тогда, значит, возьмем, опять же, общую точку, давайте я ее по-прежнему W маленькой назову, общую точку в p от k. тогда, если мы возьмем ее прообраз в y, то это будет под многообразие q-размерности, равные разности размерностей p от k и y. Правильно? Сейчас, правильно я говорю? Правильно я говорю, да? Сейчас, что-то я не то хотел сделать, мне кажется. Да, правильно. Размерности равной разности вот этих размерностей. А разность размерности равна n-r. Размерности n-r, то есть q-размерности r правильно? Теперь, что из себя представляет вот эта штука с точки зрения нашей исходной формулировки, с точки зрения нашего расслоения e? Давайте посмотрим. Да, значит, раньше мы чего делали? Раньше мы фиксировали точку и смотрели слой проекции p над этой точкой. Это были все сечения, которые в этой точке обращались в ноль. Теперь мы фиксируем наоборот сечение и берем его прообраз относительно q. Значит, ясно, что это теперь наоборот все точки, в которых это сечение обращается в ноль. Значит, вот это у нас на этот раз множество всех точек x, в которых q от x, в которых w от x равняется нулю. То есть как раз нули сечения. То есть при вот наших предположениях у нас, если мы возьмем достаточно общее сечение нашего расслоения, то q-размерность множества нулей будет равна рангу расслоения. Но это означает, что вот это подмогообразие оно как раз представляет старший класс черна. То есть если у нас есть сечение, у которого нули ровно в той ку-размерности, которая равна рангу расслоения, то это в точности старший, то множество этих нулей оно представляет старший класс черна. Значит, класс вот этого q-1 от w представляет cr от e. Вот. Ну и теперь, собственно, нам нужно заметить, что это противоречит тому, что мы предполагали. Почему? Потому что мы убедились, что наш старший класс черный это класс когмологии некоторого подмогообразия. Ну, да, тут нужно было предположить, что x проективно. Значит, если у вас есть проективное многообразие, в нем некоторое подмогообразие, то у него класс когмологии всегда не равен нулю. Почему? Ну, например, R, потому что если вы его пересечете с достаточным количеством гиперплоскостей, то у вас получится степень этого подмогообразия, то есть ненулевое число. А пересечение это как раз умножение в когмологиях. То есть, при умножении на некоторый класс когмологии у вас будет не ноль, значит, он и сам не ноль. Значит, это не равно нулю, и это противоречие. то есть, еще раз, зануление вот этого класса черна, оно в точности означает несеръективность нашего морфизма q, а раз морфизм q несеръективный, то это нам позволяет отщепить OX. Вот. Ну и давайте теперь это применим. Давайте, ну, давайте я, может быть, это в качестве упражнения даже применение оставлю. Значит, давайте сделаем следующее. Давайте возьмем вначале простое расслоение λ2t от минус 2. значит, первое, давайте его E0 назовем. Первое, проверьте, что E0 порождается глобальными сечениями. Ну, для этого, давайте я сразу скажу подсказку, для этого достаточно вспомнить комплекс кашуля. да, 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 нужно вспомнить комплекс кашуля. Второе, значит, ну, понятно, что ранг у него довольно большой, да, ранг у него c из n по 2, и это намного больше, чем n, там квадратично по n. Вот. Но, тем не менее, с помощью первого утверждения мы уже можем получить E1 как фактор E0 по O P от V R минус n раз, где R у нас c из n по 2. Да? ну, ну, проверьте, что это векторное расслоение. Собственно, мы это проверили. Так, третья часть, посчитать класс черно. Значит, проверить, что cn от E1 равно 0. ну, что для этого существа нужно посчитать класс черного вот этого расслоения. Для этого можно либо написать комплекс кашули и формулу Итни, либо принцип расщепления применить, ну, в общем, как угодно можно. Значит, можно проверить, что старший класс черно равен 0, ну и, как следствие, можно вложить туда еще один экземпляр О. Соответственно, можно определить Е2 как Е1 фактор по О П от В для достаточного общего О. И вот это как раз и называется расслоение танго. Ну, то есть, иначе говоря, нужно лямбда квадрат t от минус двойки отфакторизовать по О, взятое r минус n плюс один раз. Ну, пятое, проверьте, что получается простое расслоение. Ну, точно так же, как и во втором, ни в чем. В четных пунктах применить утверждение, равное половине номера пункта. А в нечетных нельзя применить, потому что у нас не было с нецелыми номерами утверждений. Значит, проверьте, что Е2 простое. вот это будет пример простого расслоения ранга n-1 уже на любом проективном пространстве p от n. так. Там вот это подрасслоение тривиальное его же по-разному как бы. Да, поэтому это не одно расслоение, а целое семейство. И они неизоморфные. Вообще говоря, неизоморфные, да. Так, перерыв срочно сделаем. Потом еще продолжим. Давайте еще один пример обсудим. Значит, это уже будет немножко в другую сторону пример. Это уже будет не пример расслоения маленького ранга, а на тему того, как связана равномерность расслоения и эквивариантность расслоения. Значит, заодно вспомним, что значит эквивариантное расслоение. Значит, мы обсуждали, что у нас есть разные классы расслоений на проективном пространстве. Значит, есть такой простейший класс, это разложимые расслоения. вот, значит, дальше, в некотором смысле, следующий по простоте класс, это то, что называется эквивариантное расслоение. Значит, что это такое? Ну, типичный пример эквивариантного расслоения это касательное расслоение, там, лямбда квадрат от касательного, ко касательное и так далее. Значит, что это такое вообще? Значит, давайте заметим такую вещь. Вот у нас есть проективное пространство P от V, и на нем действует группа G LV. G равное G LV. Как это обозначается? Я все время путаю, в какую сторону. вот так вот стрелочка или наоборот должна? Кто знает? Она берет элементы с P от V и возвращает его обратно. А, вот так вот. Она как-то сверху вниз это делает или снизу вверх? По часовой стрелке или против? Как? Против часовой стрелки. Хорошо, да. Надо запомнить. А также это похоже на букву G. Это, наверное, неспроста. Хорошо. Значит, вот пусть у нас группа G LV. давайте рассмотрим ее действия. Пусть теперь у нас есть векторное расслоение E на P от V и возьмем какой-нибудь элемент нашей группы. Тогда наш элемент нашей группы дает отображение из P от V в себя. Да, вот как вот по вот этой кривой стрелочке. Соответственно, можно взять обратный образ нашего расслоения E относительно этого отображения. G это у нас G маленькая, это у нас будет отображение из P от V в себя. Значит, расслоение называется эквариантным, если для каждого элемента нашей группы выбран изоморфизм между этим расслоением и расслоением E. Фи же изоморфизм. Но причем так, что еще выполнены некоторые условия согласования. А именно условия согласования состоят в следующем. давайте возьмем теперь два элемента в нашей группе G1 и G2. И давайте возьмем G1 со звездочкой G2 со звездочкой E. Тогда отсюда можно попасть в E двумя способами. Во-первых, у нас есть отображение из G2 со звездочкой E в E, а именно Фи G2. Соответственно, если к этому отображению применить G1 со звездочкой, то получится отображение в G1 со звездочкой E. Это G1 со звездочкой от Фи G2. Есть с одной стороны вот такое отображение. А отсюда у нас есть отображение в E. Фи G1. с другой стороны с другой стороны что? С другой стороны у нас есть отображение с другой стороны вот здесь у нас стоит композиция обратных образов относительно двух отображений. По функториальности это канонически изоморфно в каком порядке G2 G1 со звездочкой от E. Это просто функториальность обратного образа. Есть канонический изоморфизм вот здесь. А отсюда у нас есть отображение Фи G2 G1. Так вот расслоение называется эквариантным. Если во-первых для каждого G задан такой изоморфизм а во-вторых если для любых пар элементов вот такая диаграмма коммутативная. Значит это можно переписать чуточку более научным способом в следующем виде. ну на самом деле еще вообще-то нужно добавить условия что вот эти изоморфизмы они еще должны алгебраически зависеть от элемента группы на самом деле группа GLV она тоже обладает структурой алгебраического многообразия это просто открытое подмножество в афинном пространстве размерности n2 значит нужно чтобы это регулярно алгебраически зависело от G а бывают ну значит для группы GLV чуточку я не помню наизусть примера но значит вот если например группу GLV заменить на группу P GLV которая в общем разница невелика с одной стороны но с другой стороны тогда уже расслоение от минус единица будет примером значит понятно что если вы с помощью любого автоморфизма любой автоморфизм примените куот минус единицы то у вас опять получится расслоение изоморфное от минус единицы однако выбрать все эти изоморфизмы для группы P GLV согласованным образом невозможно для группы GLV на самом деле можно а для группы P GLV там препятствия получается во вторых когмологиях со значениями в C со звездочкой как раз которая как раз вот на GLV оно тривиализуется для для GLV с более хитрым расслоением е тоже можно построить пример вот хорошо значит давайте да значит как можно то же самое чуточку иначе переписать значит можно рассмотреть произведение G на x ну G на P от V ну значит давайте P от V обозначим x на самом деле ровно то же самое определение можно дать для любого действия алгебраической группы G на алгебраическом многообразии x и оно говорится следующим образом чуть более научно вот у нас есть G помножить на x и оттуда есть два отображения в x а именно первое отображение это действие нашей группы на x которое по определению есть такое отображение G на x в x правильно а второе отображение это просто проекция и фи должен быть изоморфизм из а со звездочкой е в P со звездочкой е вот задание такого изоморфизма это в точности задание вот таких фи G для всех элементов группы и в том что это изоморфизм векторных расслоений на вот таком алгебраическом многообразии закодирована в том числе алгебраическая зависимость вот этого изоморфизма от точки G вот это первая часть определения она переговаривается вот в таких терминах более культурно а вторая часть вот эта коммутативная диаграмма чтобы ее переговорить нужно рассмотреть также G на G на X такое тройное произведение из него будет уже три стрелочки сюда а именно какие стрелочки где-то они у меня были записаны да вот они значит во-первых первый способ мы можем просто перемножить первые два аргумента взять произведение в группе и помножить на тождественное отображение X это первая стрелочка отсюда сюда правильно из G на G у нас есть отображение в G и из X на X тождественное в X второе отображение мы можем что мы можем забыть про первый сомножитель тогда из второго из вот этого произведения у нас будет отображение действия в X а по первому мы можем взять тождественное отображение то есть есть и G помножить на правильно и наконец третье отображение это просто проекция на первые на последние два сомножиться проекция 2 3 давайте P2 3 значит что в лишние буквы написать вот ну на самом деле легко видеть что это такое начало такого то ли симплициального то ли косимплициального образования не помню как это называется например есть также стрелочки в обратную сторону здесь отображение X в G на X с помощью единицы группы X ну и в другую сторону здесь тоже можно написать стрелочки и условие того что это действие это как раз означает что композиция вот этой стрелочки с вот этой равна композиции вот этой стрелочки с вот вот этой да вот так вот это условие оно на самом деле переписывается следующим образом значит вот эти стрелочки можно вот эти три стрелочки здесь можно с этими двумя стрелочками здесь прокомпонировать шестью способами да есть шесть разных композиций давайте я их не буду переписать я их просто изображу шестью точечками значит вот это то что это симплециальные или косимплециальные образования это на самом деле означает что некоторые из них естественным образом изоморфны ну значит вот такая композиция равна такой композиции потому что это действие остальные композиции равны друг другу по каким-то тривиальным соображениям да нижние стрелки это проекции и там собственно ничего реально не происходит вот а теперь фи наше отображение фи его можно поднять с помощью трех вот этих разных проекций сюда и это нам даст три стрелочки вот так вот значит одно будет м на дождественное обратный образ фи другое будет еще какое-то другое будет один на иб на обратный образ фи а здесь будет п 2 3 обратный образ фи ну и собственно вот эта коммутативность этого квадрата это на самом деле равносильно коммутативности вот этой диаграммы ну то есть это такое вполне естественное понятие вот ну и значит ясно что эквавариантные расслоения они заведомо разложимы все а нет прошу прощения разложимы и заведомо все эквавариантные да потому что ясно что прямая сумма двух эквавариантных расслоений тоже эквавариантно а любое линейное расслоение относительно но же львы тоже эквавариантно это легко проверить значит поэтому у нас есть вот такое вложение но оно не является равенством как мы проверили а потому что например касательно и расслоение эквавариантно но неразложимо вот но есть еще разные ослабления сейчас нет неправильно говорю есть ну значит да вот что я хочу сказать с другой стороны у нас есть понятие равномерных расслоений это те расслоения которые на всех прямых одинаково устроены да которые одинаковым образом раскладываются в прямую сумму линейных на всех линейных расслоениях и опять же у нас заведомо есть такое включение потому что если расслоение эквавариантно то значит поскольку на множестве всех прямых группы жель действует транзитивно то значит на всех прямых оно одинаковым образом устроено вот давайте покажем пример который говорит что вот это тоже строгое включение то есть сейчас мы построим пример равномерного расслоения которое не является эквавариантом на самом деле более того мы сделаем более хитрой вещь мы тут еще вставим много разных других классов расслоений и более-менее проверим что все они друг от друга отличны так вот все А именно, значит, давайте введем такое определение. Давайте называть расслоение Е К однородным на проективном пространстве. Если для любых двух вложений альфа-1 и альфа-2 из ПК в ПН, расслоение Е на ПН. Если для любых двух вложений, обратные образы изоморфны. Понятное определение, да? Значит, давайте заметим, что, во-первых, если расслоение эквавариантно, то оно заведомо Н однородно. Значит, вот это лежит в Н однородных. Н однородных, да. Ну и вот вопрос про то, является ли это включение строгим, это вот ровно вот этот вопрос, правильно? Верно ли, что из абстрактного изоморфизма для любых автоморфизмов следует эквавариантность? Значит, на самом деле неверно, но это я сегодня, наверное, объяснять не буду. Вот. Дальше ясно, что если у нас есть Н однородное расслоение, то оно автоматически Н-1 однородное. Правильно? Потому что, ну и вообще, если у нас есть К однородное, то оно автоматически К-1 однородное. Ну почему? Потому что, если у нас есть два вложения ПК-1, да, то есть два подпространства размерности К-1, то их можно включить в общее... То каждый из них можно расширить до пространства размерности К, если ограничения на них изоморфны, то и дальше на гиперплоскости тоже изоморфны. Да? Значит, это очевидно. Поэтому Н однородные, множество Н однородных расслоений вкладывается в множество Н-1 однородных. Если оно... Если расслоение Н однородное, то оно тем более Н-1 однородное. И так далее, вплоть до 1 однородных. А 1 однородное, это что значит? Это значит, что ограничения на все прямые. Одинаковые. Это в точности и есть равномерность. Вот это есть у нас равномерность. А, кстати, что означает Н-1 однородность? Да, Н-1 значит ничего. Н-1 значит, что оно локально свободно у нас. Любое векторное расслоение Н-1 однородно. Ну вот, давайте построим примеры, которые будут показывать, что все вложения тут, они на самом деле строгие. То есть для каждого К построим пример К однородного расслоения, которое не будет К-1 однородным. Ну и в частности, даже если мы забудем про это вложение, поскольку все вот эти промежуточные вложения строгие, то значит и верхнее большое вложение тоже будет строгим. Значит, конструкция такая. Значит, давайте... Значит, вот у нас есть наше P от V. Давайте возьмем какое-то подпространство W0 в V. Давайте выберем какое-нибудь подпространство и рассмотрим следующее расслоение. Давайте возьмем расслоение W0 со звездочкой тензорно на T от минус единицы. И давайте посчитаем у этого расслоения глобальные сечения. Чему равны глобальные сечения у этого расслоения? Давайте прям тут напишем. Значит, понятно, что вот это векторное пространство, его можно из-под глобальных сечений вынести. Это будет W0 со звездочкой тензор H0 от T от минус единицы. А чему равно H0 от T от минус единицы? Только V. У нас на P от V все. Значит, из точной последовательности Эйлера вот это равно V. То есть у нас W0 со звездочкой тензор V. То есть просто линейное отображение из W0 в V. Правильно? Вот наше вложение, с которого мы начали, оно нам дает такое линейное отображение. Давайте его, не знаю, α обозначим. α0. Значит, вот у нас есть α0 элемент в этом векторном пространстве. То есть глобальное сечение нашего расслоения. Давайте возьмем соответствующее отображение из P от V и из структурного пачка P от V вот в это хозяйство. И давайте проверим, что это является вложением расслоений. Значит, утверждение. Давайте его тоже α0 назовем. α0 вложение расслоений, если размерность W0 больше единицы. То есть больше или равна двойке. Значит, если размерность равна единице, на самом деле оно будет, ну сейчас мы увидим, оно будет зануляться в одной точке. А если начиная с двойки, то это уже будет вложение расслоений. Давайте докажем. Собственно, чтобы доказать, нужно взять произвольную точку и посмотреть, что происходит в слое над этой точкой. Выберем какой-то вектор V, не нулевой. И посмотрим, как из себя устроено вот это отображение в слое над этой точкой. Значит, что есть слой вот этого расслоения? С. Что есть слой Т от минус единицы в точке V маленькая? Для того, чтобы это осознать, нужно перед глазами иметь точную последовательность Тейлера. Большой фактор по V маленькому. Да. Значит, слой у этого расслоения это V фактор по V маленькому. Ну а тут мы его еще домножили на W0 со звездочкой. Получили вот такое пространство. Ну и про это пространство можно думать, как про хомы из W0 в V фактор по V маленькому. Ну и спрашивается, что же это у нас за отображение? Куда у нас переходит единичка? В V0 вкладывается в V, отправляется в фактор. Да. Значит, понятно, что единичка переходит в композицию. Значит, давайте каноническую проекцию из V в V фактор по V маленькой обозначим, скажем, P V маленькая, тогда единичка переходит в композицию P V маленького и α0. Вот. Ну и, собственно, нам нужно проверить, что ни для какого V маленького эта композиция не равна нулю. Но это, собственно, понятно, потому что вот у нас W0 сюда вкладывается посредством α0. Если бы композиция равнялась нулю, то это означало бы, что наше отображение пропускается через ядро, а ядро одномерно. А это вложение. Вложение из пространства размерности 2 не может пропускаться через одномерное подпространство. Все, да? Ну и отсюда сразу видно, кстати, что если W0 одномерно, то оно соответствует некоторой точке проективного пространства, и ровно в этой точке соответствующее отображение как раз равно нулю. Во всех остальных не равно нулю. Вот. Значит, вот у нас есть тем самым, да, доказали. Значит, тем самым у нас вот есть вложение расслоений. Ну и, соответственно, можно взять фактор расслоения. Давайте через EW0 обозначим фактор расслоения. То есть W0 со звездочкой тензор Т от минус единицы фактор по альфа-0 от ОП от В. Давайте, собственно, проверим, что это расслоение как раз обладает хорошим свойством. Посмотрим, как оно ограничивается на разные проективные подпространства в P от В. А здесь K это что? Если вы строите какой-то пример, то есть K это будет что-то типа размерность вот этого W0, то ли минус один, то ли минус два. Сейчас сообразим. Да, кстати, я, собственно, забыл тут сказать, а это важно, что мы вложения тут рассматриваем только линейные. Например, когда K равно 1, мы только прямые рассматриваем, мы не рассматриваем коники, а также кубики и так далее. Только линейные вложения. Соответственно, чтобы понять, для какого K наше расслоение является K однородным, нам нужно брать теперь произвольные подпространства, давайте W их называть в В, и ограничивать. Значит, давайте возьмем W в В W и ограничим E W0 на P от W. И посмотрим, что у нас получится. Значит, собственно, утверждение состоит в том, что все зависит от того, содержит W W0 или не содержит. Значит, давайте вначале посмотрим, что происходит, когда W0 не лежит в W. Значит, вот сейчас окажется, что для всех таких W ограничение будет совершенно одинаковым. В частности, если размерность W меньше, чем размерность W0, то заведомо это условие выполнено, и, соответственно, для всех W такой размерности у нас ограничение будет одинаковым. Вот. Значит, чтобы это сделать, давайте нарисуем коммутативную диаграмму. вот у нас есть точная последовательность, которая наша E W0 определяет. Да, вот она. Давайте ограничим эту последовательность на P от W. У нас это точная тройка расслоений, поэтому ничего не стоит ограничить ее на P от W. Что у нас получится? Значит, понятно, что если мы структурный пучок ограничиваем на подмогообразие, у нас получается структурный пучок этого подмогообразия. о P от W. Значит, дальше, когда мы вот это тензорное произведение ограничим, ну, понятно, нам нужно то же самое векторное пространство тензорно умножить на ограничение касательного расслоения. А, значит, давайте аккуратно напишем T P от W ограничить на P от W и от минус единицы. Ну, и здесь у нас будет наше E W 0 ограничить на P от W. То есть, вот, у нас получается такая точная тройка. Вот. Теперь давайте посмотрим, что можно сказать про вот это хозяйство, про ограничение касательного расслоения на проективное подпространство. Ну, значит, на самом деле для него можно написать стандартную точную последовательность, которая связывает касательное расслоение большого многообразия, касательное расслоение маленького многообразия и нормальное расслоение. Всегда, когда у нас есть вложение Y в X, у нас есть точная тройка. TY отображается в TX ограничить на Y и в нормальное расслоение Y в X. Прошу не путать нормальное расслоение с расслоением нуль-корреляции. Хотя и то, и другое обозначается буквой N, но это от совсем разных слов. Вот. Значит, соответственно в нашем случае тут у нас как раз стоит ограничение касательного расслоения с большого проективного пространства на маленькое. Соответственно, в него вкладывается касательное расслоение маленького проективного пространства T P от W. Значит, это касательное было подкручено на минус единицу, поэтому, чтобы в подкрутку вложилось, нам это тоже нужно на минус единицу подкрутить. И здесь это еще было домножено на W0 со звездочкой, соответственно, здесь давайте тоже домножим на W0 со звездочкой, и тогда у нас будет вот такое вложение. То есть, мы вот это стандартное вложение подкрутили на минус единицу и домножили на W0 со звездочкой. Получили вот эту стрелочку. А в факторе здесь будет W0 со звездочкой помножить на нормальное расслоение, подкрученное на минус единицу. Нормальное P от W к P от W подкрученное на минус единицу. Правильно? Вот. Теперь спрашивается, чему равно вот это нормальное расслоение. Значит, в этой ситуации его несложно посчитать. Вообще, нормальное расслоение несложно посчитать, когда у вас есть подногообразие, которое является множеством нулей сечения векторного расслоения правильной коразмерности. Значит, вот если Y в X задается как множество нулей глобального сечения векторного расслоения Е и ранг Е равен коразмерности Y то тогда нормальное расслоение изоморфно просто ограничению Е на Y. Значит, давайте я сегодня это объяснять не буду для тех, кто не знает. Объясню это в следующий раз, иначе мы сегодня не успеем. Ну, на самом деле, это несложно проверить, если вы знаете, что к-нормальное расслоение это пучок идеалов Y тензорно умноженный на структурный пучок Y, то если вы для пучка идеалов напишите комплекс кашуля, как обычно, то это легко получится. Вот. Но давайте это используем в нашем случае, когда Y это P от W. Значит, давайте заметим, что любое проективное подпространство в проективном пространстве является нулями сечения некоторого расслоения. А именно, например, в простейшем случае, когда это гиперплоскость, тогда это нули расслоения O от 1. Правильно? Если оно имеет коразмерность 2, это нули расслоения O от 1 плюс O от 1. И так далее. Значит, для любого P от W это нули расслоения O от 1, взятого столько раз, какова коразмерность W в V. Ну и на самом деле, если это записать канонически, то это будет V фактор по W тензорно на O от 1. Значит, вот это нормальное расслоение. Давайте я его тут напишу. Нормальное P от W изоморф на V фактор по W тензорно на O от 1. А тут у нас стоит как раз такое нормальное расслоение, подкрученное на O от минус 1, что очень удобно, поскольку вот это O от 1 сокращается с вот этим O от минус 1. И стало быть, мы можем все вот это переписать просто как V фактор по W тензорно на O. Давайте посмотрим, что можно сказать про композицию вот этих двух стрелочек. все кстати на P W происходит. Давайте посмотрим, что можно сказать про эту композицию. Собственно на самом деле примерно то же рассуждение, что и вот здесь вот оно нам говорит давайте посмотрим как устроено вот это точная тройка и вот это отображение. Если мы в слое над какой-то точкой все это рассмотрим, то вертикальная тройка будет выглядеть так. Это будет W0 со звездочкой тензор W. Давайте все в слое над точкой W маленькая смотреть. W фактор по W маленькому отображается в V0 со звездочкой тензор V фактор по W маленькому и дальше в W со звездочкой тензор V фактор по W где вот это понятная естественная проекция. А здесь у нас стоит C и вот здесь как мы обсуждали это отображение это просто композиция P W и α 0. А это понятно индуцировано просто естественной проекцией из этого фактора вот в этот фактор. поэтому если мы через P W обозначим естественную проекцию из V в фактор по W большому то вот эта композиция это как раз α0 это P уже W в композиции с α0 понятно да? В частности что происходит при 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 условии при нашем условии я хочу отметить что эта композиция не равна нулю вот это наше условие оно в точности равносильно тому что эта композиция не равна нулю правильно поэтому значит мы можем нашу диаграмму дополнить вот здесь структурным пучком P W которая будет отображаться вот сюда ненулевым образом ну и что собственно тут за отображение из тривиального расслоения ранга 1 в тривиальное расслоение некоторого большого ранга которое соответствует некоторому ненулевому вектору вот в этом векторном пространстве да что будет фактором да тоже тривиальное расслоение просто на единичку меньшего ранга чем вот это хозяйство значит давайте размерность вот этого я обозначу через n большое тогда здесь будет O n минус 1 ну и понятно что здесь у нас будет как обычно у нас эта диаграмма достроится до вот такой коммутативной диаграммы равно W0 со звездочкой tensor Tp от W от минус единицы и будет вот такая точная тройка понятно да ну и собственно последнее наблюдение состоит в том что из вот этого расслоения из тривиального расслоения в T от минус единицы нет никаких нетривиальных расширений потому что это они контролируются Xt1 из O в T от минус 1 то есть H1 от T от минус 1 а H1 от T от минус 1 вот из этой последовательности видно что равно нулю потому что O H1 равно нулю а O от минус 1 H2 равно нулю H2 Xt1 из O в T от минус единицы T P от W от минус единицы равно нулю следовательно вот эта точная тройка расщепляется и получается что E W 0 ограничить на W изоморхно просто прямой сумме O N минус 1 раз плюс W 0 со звездочкой T от минус 1 но в частности как мы видим от выбора W ничего не зависит расслоение всегда одно и то же несколько слагаемых T от минус 1 и несколько слагаемых O кратности не зависит от W ну в смысле когда размерность W фиксирована то дальше от W ничего не зависит класс изоморхизма зависит только от размерности W вот замечательно в частности отсюда сразу следствие что вот это расслоение W0 оно размерность W0 минус 2 однородно однородно потому что если размерность W строго меньше чем размерность W0 то заведомо это условие выполнено W2 тогда проективизация W имеет размерность W0 минус 2 или меньше W2 хорошо теперь давайте посмотрим что происходит в случае W2 W 0 лежит W Что меняется? Давайте начнем рисовать ту же самую диаграмму. Тогда у нас будет 0 в О. Давайте я не буду нижний индекс писать P от W. W0 со звездочкой. Тензор T от минус 1. P от W ограничить на P от W. Дальше E W0 ограничить на P от W. Точно такая же строчка, как была раньше, и точно такой же столбец, как тоже было раньше. W0 со звездочкой. Тензор T от W от минус 1. А здесь у нас W0 со звездочкой. Тензор V-фактор по W. Тензор O. И в 0. Значит, что у нас поменялось? Теперь у нас композиция равна 0. Это значит, что вот этот наш морфизм пропускается через морфизм вот сюда. Поэтому теперь мы диаграмму можем достроить вот таким вот образом. Правильно? Вопрос. Что будет фактором вот здесь? Давайте заметим, что это та же самая последовательность, что была здесь, только написанная не для P от W, для P от W и для нашего вложения W0 со звездочкой в P от W. Поэтому здесь у нас стоит вот аналогичное расслоение как-нибудь E W0 по P от W, что ли. То есть расслоение построено тем же способом, только не для P от W, а для P от W стоит. Правильно? И, как обычно, это достраивается до вот такой диаграммы. Замечательно. Теперь нам, собственно, нужно проверить, что вот расслоение, которое у нас получается в этой ситуации, если оно не изоморфно вот такому расслоению. Для вот такого вложения. Что вот если у нас нет такого вложения, то расслоение изоморфно вот этому. А если есть вложение, то нам нужно проверить, что оно не изоморфно этому. Ну понятно, что минимальное W, для которого такое произойдет, это как раз W размерности равной W0. Это минимальная размерность, при которой у нас может быть для каких-то W есть вложения, а для каких-то W нет вложения. Понятно, да? Вот. Значит, чтобы отличить, давайте посчитаем H1 от двойственного расслоения. Давайте посчитаем H1 от E W0 ограничить на W со звездочкой. Давайте сравним, что проверим, что у такого расслоения и у такого расслоения они разные. Ну, собственно, давайте, что-то время позднее уже все устали, поэтому давайте я это в виде упражнения оставлю. Собственно, упражнение первое. Если W0 не лежит в W, то H1 от E со звездочкой W0 ограничить на W равно 0. Ну, то есть, собственно, нужно проверить, что на проективном пространстве у этого и у двойственного КТ от минус 1 нету H1. Это легко. А второе, что наоборот, если W0 лежит в W, то H1 от E со звездочкой W0 ограничить на W равно C, что оно одномерно. В частности, не равно 0. Ну, для этого вот эти две точные тройки нужно использовать. С помощью вот этой тройки можно посчитать H1 у этого со звездочкой, а дальше с помощью вот этой тройки H1 у этого со звездочкой. И убедиться, что, собственно, вот это O как раз и дает этот H1. Вот. Ну и, соответственно, следствие, что вот это расслоение, которое мы построили, оно размерность W0 минус 2 однородна, но не размерность W0 минус 1 однородна. Соответственно, выбирая W0 разные размерности, можно тут получить все необходимые включения. Все, давайте на этом остановимся. Вопросы есть? В следующий раз не будет. А, да, да. Значит, очень правильное замечание. В следующий раз лекции не будет, но, значит, на страничке курса будет висеть контрольная. Отвечения. Нет. Нет. Продолжение следует...